Наше путешествие из России в Екипе транзитом через Украину началось в Белгородской области. За 10 километров до таможенного пункта пропуска Нехотеевка мы заехали на заправку, чтобы до полного залить бак и оформить страховой сертификат «Зеленая карта», после чего продолжили свой путь. Процедура прохождения таможни на автомобиле выглядела так. Подъехав к пункту пропуска на российской границе, в окно паспортного контроля сначала водитель подал свой загранпаспорт и СТС автомобиля, а после все остальные пассажиры. Далее досмотр автомобиля, после чего зона дьюти-фри и дальнейшее прохождение украинской границы. У первого КПП на транспортное средство дали въездной талон, а также каждому чистый миграционный бланк. В нашем случае образец заполнения выглядел так. Первые шесть пунктов, я думаю, не требуют особых пояснений. Единственное уточнение – нужно писать разборчиво и печатными буквами. В девятом пункте указываем, что едем транзитом, и в десятом куда именно – в Египет. Хотя, насколько я понял, можно было оставить это десятое поле пустым, указав ниже в двенадцатом лишь номер авиарейса. С противоположной стороны также заполняем все шесть пунктов. Кстати, эта часть будет отделена от первой сотрудникам таможенной службы при прохождении паспортного контроля и возвращена вам. Ее нужно будет отдать в аэропорте при повторном прохождении границы Украины, улетая в Египет. По прилету назад в Украину процедура заполнения миграционной карты повторится в той же последовательности. Помимо заполнения миграционной карты и тех документов, что мы предоставляли на русской границе, то есть за грандпаспорт и СТС автомобиля, для прохождения границы Украины нам, как гражданам РФ, потребовались документы, подтверждающие наш транзит. А именно, распечатанные авиабилеты, ваучер и договор с контактными данными туристической компании в Киеве, через которую приобретали тур. Все это было прислано нам на электронную почту после оплаты и распечатано на обычном домашнем принтере. Понятное дело, что для покупки тура мы никуда не ездили и все сделали через интернет. Какой именно турфирмы воспользовались, я говорить не буду, чтобы не превращать это видео в рекламное. Оставлю лишь пару ссылок в описании ролика на сайты агрегатора, через которые сам мониторил цены при поиске тура. Последовательность прохождения границы Украины была примерно такая же, как и на русской. С поправкой лишь на то, что документы пришлось подавать в два окна. Сначала паспортного, а после таможенного контроля. И да, еще сдача отпечатков через электронный сканер. После чего также досмотр автомобиля. В общем, на прохождение украинской границы ушло около 20 минут с учетом очереди из 7 автомобилей. После чего проехали последнее КПП, отдав там въездной талон. И уже через 30 минут, довольные тем, что все так быстро и удачно прошло, мы ехали по Харькову. Не скрою, конечно, немного были в напряжении при прохождении границы, так как понимали, что в любой момент все может пойти по другому сценарию. А речь, собственно, вот о чем. Чтобы не быть голословным, предлагаю послушать сейчас запись телефонного звонка на горячую линию пограничной службы Украины, которую для нас сделал турагент в процессе переписки по вопросу, есть ли вообще какие-то гарантии, что нас не развернут на границе Украины уже с приобретенным туром на руках. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Ну, а у них есть тур-ваучер, что они летят, билеты, что они летят с Харькова? Да, конечно, все это будет у них. Ну, смотрите, ну, это все будет у них на момент пересечения границы изучаться. Будут проводиться контроли террористы линий, которые проводятся выборочно. Решение будет приниматься только при пересечении границы. То есть мы, как туристическая компания, не можем им гарантировать, что их пропустят с этими валютами? Конечно. А раствор чем должно подтверждаться? Раствор, въезжая граждане Российской Федерации, например, на территорию Украины к своим родителям, то это может быть у граждан Российской Федерации загранпаспорта, свидетельство о рождении, в конкупии паспортов родителей граждан Украины, финансовое подтверждение. А если просто друзьям? Ну, тогда, значит, отряд заявлено приглашение. Но даже при наличии этих всех документов, основное решение принимается тоже только при пересечении границ. Если с ними будет проводиться контроль террористы линии, собеседование. Угу. Ясно, хорошо, спасибо. Пожалуйста, до свидания. До свидания. В общем, выборочный контроль второй линии нас, как понимаете, обошел стороной. Да и, в принципе, ничего в этом страшного нет. Как рассказывают те, кому доводилось пройти это дополнительное собеседование, все проходило предельно корректно и вежливо. Вылет у нас был в 2 часа ночи, а ехали мы, понятное дело, с запасом по времени, так как прохождение границы – дело непредсказуемое. Поэтому мы еще полдня коротали время, гуляя по Харькову, машину оставляли, соответственно, припаркованной в разных местах и абсолютно никаких проблем. Ближе к вечеру поставили автомобиль на платную охраняемую стоянку, находящуюся в километре от международного аэропорта Харькова. Стоимость в сутки 40 гривен, ну, около 100 рублей на наши деньги. За чашкой капучино скоротали время до начала регистрации, после чего сдали багаж и далее все как обычно. Досмотр, паспортный контроль, зона дюди-фри, и вот мы уже идем по трапу на посадку в самолет. Время полета 4 часа. Питание, к сожалению, не предусмотрено, только напитки, сок, чай или кофе. И вот уже в 6 утра мы идем на посадку. Далее автобусами доставили в терминал аэропорта, после чего прохождение границы Египта. Перед паспортным контролем берем у гида миграционную карту. Вот образец заполнения. Ссылку на печатную статью со всеми образцами я прикреплю в описании к этому ролику. Египетскую визу в Шарме покупать не нужно, если вами не планируются какие-либо экскурсии вглубь страны, ну, к примеру, там в Каир. В этом случае указываем на обратной стороне миграционной карты, что будем только на территории Синайского полуострова. После паспортного контроля забираем багаж. И тут же на территории аэропорта при необходимости можно приобрести местную сим-карту. Далее двигаемся к своему трансферу, который доставит нас в выбранный четырехзвездочный отель под названием Dreams Vacation Resort. Отель выбирал, ориентируясь на отзывы других отдыхающих, и, собственно, не ошибся. К достоинствам можно отнести большую ухоженную территорию, собственный песчаный пляж протяженностью 400 метров, с расположенной на ней инфраструктурой каскадного типа из-за скалистого рельефа местности. Неплохое питание по типу шведский стол, а также море с живым коралловым рифом. Из недостатков же можно выделить следующее. Не первый свежести номерной фонд и оборудование в нем. Wi-Fi только на ресепшене, а скорость его работы в час пик оставляет желать лучшего. В общем, плюсов значительно больше, чем минусов. К этому прибавляем довольно демократичный ценник, колеблющийся в зимний период в зависимости от спроса. За 7 ночей на двоих по системе все включено от 600 до 900 долларов. По горячей путевке вообще можно уложиться в сумму на двоих до 500 долларов. И да, в этом плане у Египта просто нет конкурентов. Если знаете, напишите в комментариях, куда зимой еще можно улететь за такие деньги, чтобы при этом еще плавать в море, загорать и питаться по системе все включено. Остается сказать, что недельный отдых у Красного моря пролетел очень быстро. Путь домой также прошел без каких-либо проблем на пересекаемых границах. Этим роликом, конечно, я ни к чему не призываю. Каждый сам должен оценивать риски и решать для себя лично, как поступить. Тем же, кто собрался в подобное путешествие, желаю отличного отдыха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok